О планах на предстоящий сезон поговорим сегодня в студии с гостями. Директор хоккейного клуба «Родина» Сергеем Лазуткиным и болельщиком Александром Мартьяновым. Всем добрый вечер, спасибо, что пришли. Сергей Михайлович, хотелось бы сразу начать с финансовых вопросов. Вот поясните нам, пожалуйста, то есть еще буквально недавно у «Родины» перед хоккеистами была задолженность, зарплата. Буквально недавно мы приобрели новых хоккеистов. У нас сейчас, скажем так, идет развитие, мы ремонтируем помещения. Откуда деньги все-таки взялись? Недавно, это когда недавно? Только что вот недавно, да? Потому что прошлый сезон мы заканчивали без финансовых сложностей. Прошлый сезон мы закончили на мажорной ноте. Единственная задержка прошла сейчас в переходный период, то есть от одного сезона к другому. В этом были сложности, но в итоге на данный момент никаких задолженностей нет и финансовое положение очень стабильное. Хорошо, но вот в итоге все равно сейчас строятся раздевалки, еще что-то делается. Откуда деньги? Это спонсоры? Просто всем интересен этот вопрос. Ну, раздевалки где строятся? На стадионе. Стадион у нас принадлежит правительству, это муниципальная собственность, то есть деньги, скорее всего, идут из Министерства спорта. Задача такая, что мы будем реконструировать, восстанавливать стадион Родина все-таки. Сейчас он находится, если честно, в плачевном состоянии. Хотелось бы, чтобы он был хотя бы на уровне наших стадионов городских, как Факел, Искош. А что касается закупки новых игроков? Это ведь не областные деньги? Про финансирование я могу сказать, что источники разные. То есть сейчас есть и бюджетные средства, есть и спонсорские деньги. В принципе, есть общее понимание о том, какой у нас будет бюджет. В целом я не могу сказать, сколько конкретно это будет бюджет, но если все обещания, все, что у нас есть, какие-то предварительные договоренности, если все будет соблюдено, то этих денег нам абсолютно хватит на этот сезон полностью. А почему все-таки вернулись новые игроки? Чем вы их замотивировали таким? Да, это очень интересный и сложный вопрос, потому что переговоры мы начали вести практически еще с прошлого года. Уже были зацепки, задумки. На первом заседании правления мне озвучили задачу, в первую очередь, возвращения кировских игроков. В итоге, я точно знаю, что где-то в районе 20-20 с копейками человек из Кировской области с вязкими корнями играли за другие клубы. Практически со всеми игроками мы вели переговоры. Да, переговоры были с кем-то сложные, с кем-то простые. Два-три месяца мы с ними вели переговоры. Но в итоге большая плеяда игроков оказалась в команде, значит, наши переговоры были успешными. Но все-таки вы не ответили на вопрос, за счет чего они вернулись? В первую очередь, это желание играть в родном городе. Для многих это немаловажный фактор. Даже получая, может быть, и чуть меньшую зарплату, чем в других городах, они там все равно остаются варягами. Они знают ауру нашего стадиона, они знают наших болельщиков. Для многих это 100%. Возвращение в Киров, они настолько были удивлены и рады, что у нас все возрождается. Когда мы озвучили им свои планы, перспективы, они были очень рады. И в первую очередь, это возвращение в свой родной город. Ну, воспоминаниями, конечно, сыт не будешь. Александр, что вы скажете, вот как вы отреагировали, когда узнали, что к нам возвращаются такие золотые, золотой состав? Ну, у меня сейчас мурашки по коже от одних слов. Ну, действительно, я общался практически со всеми ребятами, кто к нам вернулся. Все рады, все довольны. И, ну, реально, они с такими улыбками не горели прямо на глазах у них, что они обратно снова в Кирове, что они будут защищать цвета нашего родного клуба, кто им дал дорогу в большой хоккей. Да, кто вложил в них силы, средства, там, желания, там, ну, все-все-все. И болельщики, они же, понимаете, когда, спросите ли бог хоккеиста в России, когда приезжаешь на Кировский стадион, как Сергей Михайлович говорил, в плачевном состоянии, но болельщики, которые находятся на этом стадионе, они создают такой, вот, я не знаю, там, атмосферу, я не знаю, как это правильно назвать. То есть люди сюда приезжают с огромным желанием здесь играть и выступать. А тем более наши ребята, они, я думаю, когда они узнали, что в Кирове налаживалась ситуация, с финансированием, с вниманием к нашему виду спорта, мне кажется, они долго не думали, чтобы сюда вернуться. Сегодня в нашей группе ВКонтакте мы спросили наших подписчиков, верят ли они, что хоккейный клуб Родина может занять первое место в будущем сезоне. У нас уже есть предварительно, да, сколько кто проголосовал. Вот хотелось бы вас, Александр, спросить, как бы вы ответили на этот вопрос? Я видел вопрос. А, то есть вы уже проголосовали. Да, я видел вопрос, я оставил свой комментарий в группе ВКонтакте, там, не все варианты ответов вы написали. Ну, надо быть, конечно, оптимистом, реалистом, да, в данной ситуации, как бы, зная, что сколько и как было пройдено последние 2-3 сезона в командной Родина. Я считаю, что первое место мы не займем, это однозначно, тут даже не надо быть там фанатиком каким-то. Ну, будем бороться достойно, играть достойно, я в этом уверен. А почему вы считаете, что не будет первым местом? Ну, сложно бороться с такими грандами, как, допустим, Енисей. Тут и не только от игроков зависит, от инфраструктуры, от стадиона, от многих составляющих. Не только игроки делают победу в игре. Сергей Михайлович, вы, как бы, ответили на вот этот вопрос, вы согласны? Ну, вы замахнулись на первое место. А что, сразу, вершину? Нет, надо идти постепенно. Судя по последним где-то 2-3 годам... На предпоследние, может быть, хотя бы, нет? Нет, последние 2 года Родина влачила жалкое существование. Надо идти постепенно. Я считаю, что в этом сезоне надо ставить реальные задачи. То есть мы должны в первую очередь сыграться, потому что у нас сейчас команда абсолютно новая. Сыграться, это значит, должны опытные научить молодое поколение, да? Не, обязательно. А что это значит? Молодое поколение должно учиться у старших. Это как данное. Каждая команда... Вот почему уральский трубник, допустим, занял третье место в прошлом чемпионате? Потому что они на протяжении 4-5 лет играют одним составом. То есть у них очень хорошая сыгранность. Сплоченный, как получается, состав. У нас сейчас полкоманды новая, полкоманды, которая была. Чтобы им обтереться, чтобы сыграться, нужно время. Да, мы все хотим, чтобы мы сразу с первых матчей начали побеждать. В принципе, может быть, и это возможно. Но надо ставить реальные задачи, реальные цели. В этом году я считаю, что задача, во-первых, вернуть болельщиков на стадион и показывать хороший, качественный хоккей. В первую очередь для своих болельщиков. То есть единственное, что могу сказать, что в этом году мы не будем мальчиками для битя, которыми были в прошлом году. Сергей Михайлович, еще вот такой вопрос. Насколько мы помним, с 1967 по 1974 годы команда не существовала. На тот момент был такой провал в команде. И команду распустили. Почему сейчас такого не произошло? Ведь у нас тоже не самые лучшие были времена для Родины. Может быть, это каким-то образом повлияло бы у нас? Лучшая ситуация стала? Перезагрузка какая-то? То, что команда не существовала. Но я считаю, что были разговоры о том, что команда продолжила соревнования в первой лиге. Это в прошлом году был такой. Но мое мнение такое. Если бы мы опустили в первую лигу, наверное, и с той первой лиги, которая существует на данный момент, мы бы не поднялись уже вверх. Была задача сохранить команду именно в суперлиге. Но тут, наверное, можно сказать спасибо руководителям нашей области, которые все-таки приложили руку к этому, чтобы команда осталась. И на данный момент и правительство Кировской области, и Министерство спорта проделывают огромную работу для того, чтобы Родина существовала. То есть это не выход был из ситуации, как вам казалось? Я думаю, нет. Мне кажется, на тот момент, в прошлом году, если бы команда перестала существовать, сегодня Родины не было. А как вы планируете в дальнейшем? Будете каждый раз у правительства просить деньги? Или будете все-таки становиться самостоятельной профессиональной командой? Ну, тут такое дело, что мы не просили денег у правительства. В первую очередь желание было от правительства. То есть их инициатива была? Ну, тут такое, что мы будем искать деньги. Я говорю еще раз, что у нас бюджет составляет из многих компонентов, в том числе из разных источников, в том числе и спонсоров. Да, мы работаем в этом плане, мы ищем спонсоров. Наша задача увеличить бюджет, потому что в нашем виде, в принципе, практически все просто. Выигрывают. У кого больше бюджет, те всегда на верхних строчках. Чем больше бюджет, тем больше более реальных шансов у нас заевать медали. Александр, вот вопрос к вам. Вы как болельщик, изменилось ли ваше отношение к хоккейному клубу в целом, к игрокам, когда Родина все-таки была на последнем месте? Вот что вы чувствовали? Я нисколько не изменилась. Я как был предан к клубу, так и остаюсь им до конца. Я считаю, что настоящие болельщики, они должны, как он, Глиса, вдруг познется в беде. Даже не спусты слов, пословица создана. На самом деле, так оно и есть. Все ребята, кто ходил, болельщики на стадион, я им и клуб, ребята им благодарны, и тренера, и правительство, что то, что они не отстали команду в трудную минуту, чем смогли, тем поддержали. Я считаю, что болельщики перестали бы ходить. Мне кажется, правительство области посмотрело бы и сказало, что действительно можно этот спорт закрывать. Спасибо, что хотя бы 200-300-500 человек приходили на стадион. Это ваше мнение или это вообще в целом всех болельщиков? У вас вообще какой настрой на предстоящий сезон? Очень оптимистичный. Очень оптимистичный. И еще хотелось бы буквально, может быть, по пунктам кратко рассказать о планах. Вот в ближайшее время, понятно, что сейчас начались тренировки, подготовка из отпуска вышли. Хорошо, давайте я расскажу. Вкратце, только коротко. Да, июнь мы отдыхали, все были в отпусках, но кто-то остался, кто-то работал. Первое июля мы вышли из отпуска. Ребята с очень хорошим настроением вышли. Сейчас две недели мы тренируемся на различных стадионах города из-за тренировок в футбол, баскетбол, тренажерный зал. 14 июля мы уезжаем на подготовительный сбор в Саранск. Так, в другой город. Да, в другой город. Приезжаем в конце июля и с 1 августа мы начинаем усиленные занятия на ледовой коробке «Союз». Там будем заниматься где-то месяц-полтора, в зависимости от того, когда мы поедем в Ульяновск. Следующий этап у нас в конце сентября – кубок. Надо к нему будет немножко подготовиться на большом льду. После кубка у нас будет месяц, желательно тоже поехать на какой-нибудь сбор на большой лед. И с начала ноября мы начинаем чемпионат. Спасибо большое. Будем следить за результатами Родины. С вами прощаемся. Спасибо, что пришли.